Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии недели. Как и всегда, следим за новостным фоном, событиями и основными макроэкономическими релизами, которые у нас публикуются изо дня в день. Мы ориентируемся только на самые важные отчеты, поскольку уже накопленный опыт позволяет нам с максимальной вероятностью выделять те отчеты, которые действительно могут привести к интересным движениям. День сегодня тоже обещает быть довольно интересным. Буквально уже с 11.30 по московскому времени мы будем проявлять, может быть, больше внимания к рынку, нежели чем на минувшей сессии, поскольку если вчера мы с вами ожидали первый интересный отчет по штатам в 15.30 по московскому времени, сегодня день, можно сказать, откроет статистика из Англии, она традиционно раньше. По времени в 11.30 по Москве мы ждем темпа экономического расширения. Это очень важный отчет, особенно для тех, кто спекулирует британской валютой и для тех, кого фунт является, может быть, одним из самых предпочтительных сейчас инструментов для торговли. Я, может быть, опять же, рассуждая со своей колокольней, хочу отметить, что у британца по-прежнему сохраняются очень высокие шансы на рост, поскольку британская валюта имеет, пожалуй, самый хороший потенциальный набор катализаторов, которые могут быть хорошей базой для роста. Это и политика, и макроэкономический фонд. И я, пожалуй, предположу то, что фунт, может быть, в последние дни и реагирует на то, что происходит с американской валютой. Да, доллар у нас восстанавливается, это тоже часть наших инвестиционных идей. Но все-таки, если рассматривать пару фунт-доллар, конечно же, нам бы хотелось, чтобы укрепление, которое сейчас идет вдоль всего рынка со стороны американца, против фунта было бы менее выражено. Я, друзья, не теряю надежду, что вы видите британца выше отметки 1.43. Большое всем спасибо, кто делится своими мнениями, комментариями на форуме Markets на нашем канале на YouTube. Собственно, солидарная позиция. Хорошо то, что, по крайней мере, я не один сейчас, воюю с трендовыми движениями. И, собственно, приятно осознавать то, что есть и поддержка для длинных позиций. И многие из вас точно рассматривают не меньше обычных тверд, нежели чем я. Помимо этого, сегодня у нас снова очень много статистики по штатам. Это данные по личным доходам, личным расходам. Традиционный отсчет для четверга, заявки на пособие по безработице. И, безусловно, еще индекса расходов. То есть статистика, которая влияет на потребительскую активность, исходя из оценки потребительской активности, мы с вами прекрасно понимаем, что выводы можно делать довольно, на мой взгляд, объективно. О состоянии всей экономики Соединенных Штатов Америки. А если мы можем говорить о наличии тех или иных тенденций, либо делаем это, конечно же, все это, в конце концов, приводит нас к тому, какие изменения в политике монетарной будут происходить дальше. Долларе тоже поговорим. Плюс ко всему, сегодня у нас в одно и то же время с американской статистикой 15.30 выйдут данные по экономическому росту Канады. Я за канадской валютой наблюдаю очень давно. Кстати говоря, в ходе вчерашних торгов пара доллар-канадец очень неплохо выросла. Это то, что соответствует нашим с вами ориентирам. Текущие котировки по Додру Канадца выше отметки 1.29. Но напоминаю, что у нас цели довольно такие, может быть, амбициозные. Но я думаю, что оценивая фундаментальный фон, и строя долгосрочные идеи, анализируя на такой дистанции рынок, только из таких ориентиров и нужно подходить к тому, что происходит. В общем, по доллару-канадцу цели 1.33-1.35. Я думаю, что мы сможем добраться до этих рубежей. Но теперь давайте подробнее. Как и всегда, рынок нефти 68.95 – это актив бренд, актуальные котировки, закрытие прошлой торговой сессии. 68.99 – это уровни, на которых мы видим инструменты сейчас. Нефтьянка консолидируется ниже 70 долларов за баррель. Важно отметить то, что этот рубеж неоднократно уже тестировался, в том числе и на этой неделе, но все-таки инициатива оставалась за продавцами, им удавалось перехватить ее у покупателей и все-таки опустить инструмент ниже этой планки. Поэтому мы можем ориентироваться сейчас на 70 долларов за баррель и оценивая, опять же, эту картину, делать выводы о том, что выше 70 мы сможем пройти только в том случае, если на рынке появится более-менее конкретный, фундаментальный, позитивный фон. Но, может быть, он не такой позитивный для геополитической картины, но для нефтянки точно. Я имею в виду возможность расторжения сделки по ядерной программе Тегерана и, соответственно, как следующий этап этого введения санкций в адрес Ирана и потенциальная нехватка или, лучше сказать, недопоставки на глобальный рынок нефти со стороны данного государства. Там по разным оценкам. Кто-то считает, что рынок недочитается 400 тысяч баррелей, а в сутки кто-то говорит о том, что показатель чуть ли не в два раза больше. Ну и еще один момент. Это очень активно в последнее время обсуждают возможность продления действенного этического пакта. Ну и тут же хочу поправить сам себя. Кто обсуждает Сауду-Скарайю? Вчера мы говорили о том, что Сауду-Скарайю ведет свою игру сейчас на глобальном рынке. И судя по тому, что котировки пока не преодолели планку 70 долларов за баррель, я думаю, что Сауду-Скарайю раскусили. И понимаю то, что этот регион хочет сейчас затащить цены высоко, потому что крона заинтересована в очень хорошем публичном офферинге, ну IPO с аудиорамкой, которая планируется, можно сказать, в предстоящие месяцы. И я верю, друзья, в то, что рынок все-таки будет копать глубже и не станет верить в обещания, которые, по сути, ничем не подкреплены. Вот последний комментарий принца Сауду-Скарайи о том, что есть цель продления соглашения или достижения многолетнего соглашения по снижению добычи на 10-20 лет. Но если Ближний Восток хочет окончательно выйти с рынка черного золота энергетики и пропустить вперед других поставщиков, то, конечно же, эти планы могут и быть поддержаны определенными странами. Но возвращаясь еще к другим членам энергетического пакта, прежде всего к России, вы понимаете, что российская экономика просто и российская сторона спит и видит, когда же все-таки удастся выйти из этого соглашения. И уж тем более эти договоренности не будут поддержаны на такой долгосрочной основе. Тем более, что буквально несколько месяцев назад мы с вами всерьез допускали, что в рамках 2018 года мы получим еще одно, можно сказать, историческое событие для рынка нефти, ну, по крайней мере, в перспективе нескольких лет, то, что страны ОПЕК выйдут из этого соглашения, из этой сделки и снова начнут наверстывать прежние показатели нефтедобычи, и это приведет к, собственно, прежним проблемам. Это производство, переизбытка, перенасыщение рынка и вообще рекордным показателям запасов. Это вот что касается тех факторов, которые могут все-таки поддержать рынок нефти. Это введение санкций в адрес Ирана и Венесуэлы, и это, собственно, подтверждение не только со стороны Саудовской Аравии о том, что сделка действительно может быть продлена. Но я уверен в том, что ни первый, ни второй, не хочется как, конечно же, но ни первый, ни второй событий не будут реализованы. Поэтому мы смело можем обращать внимание на статистику, как это было вчера, собственно, отчет правительственной по запасам нефти, которые снова выросли, подтверждая сезонную тенденцию, более скромных показателей загрузки производственных мощностей, запасы дистиллятов, тоже там динамика, на которую мы настраивались. Сразу хочу отметить, что вот лично меня больше интересовала не статистика по запасам, а сколько нефти было добыто в Штатах за минувшую неделю. И производство снова увеличилось. У нас новый рекордный исторический показатель 10, в сути, 44, можно сказать, миллионов баррелей, то есть прирост больше на 30 тысяч баррелей в сутки. Это медвежий фактор, друзья. И это медвежий фактор, ну и которого росли еще от статистики Бейкер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Собственно, сегодня у нас четверг, завтра на закрытии недели новый отчет от нефтесервисной компании. Я уверен в том, что мы перевалим уже за 804 нефтяные платформы, единицы. Будем говорить о цифре большей. И, разумеется, будем, как и раньше, использовать эту статистику в качестве индикации еще большего роста активности американских производителей. Помимо этого, на настроение нефтетрейдеров влияет снижение американского фондового рынка, общее неприятие риска, неопределенные перспективы мировой экономики в условиях торговой конфронтации, которая идет, ну и, безусловно, сильный доллар, потому что это активы нефти, доллар, которые раскоррелированы по динамике. То есть стоимость срывых инструментов номинирована в доллар. И, соответственно, когда создаются условия для укрепления курса американской валюты, мы говорим о нисходящей динамике. Поэтому сейчас все складывается в пользу того, чтобы нисходящая динамика была продолжена. Я предлагаю сделку попробовать продать нефтянку для тех, кто, может быть, не очень заинтересован в забегах на длинные дистанции по торговле, но как косочно торгует. Это сделка на ближайшее время, возможно, на несколько предстоящих дней, селлимит с отметки 69.35. Но внизу я не буду охраничивать профит, потому что, я думаю, что нижние границы, они никому неизвестны, докуда нефть может просесть. Но в качестве ориентирования, как минимум, 65, это то, что соответствует долгосрочным взглядам. Рубль 58 практически мы снова увидели. Сейчас котировки 57.64. Оставим рубль в покое, поскольку знаем, что при ослаблении нефти рубль также будет терять стоимость 50. Доллар, японская иена, продолжает развитие восходящего ралли очень вовремя. Мы перевернулись, друзья, потому что нам позволило это сделать новостной факт того, что трейдеры стали с меньшим скепсисом обсуждать и разглагольствовать относительно усиления торгового протекционизма и потенциальной торговой войны, в которую могла быть вернута вся мировая экономика. И произошло это на сообщениях, собственно, о переговорах неофициальных между США и Китаем, переговорах, которые, как мы знаем, направлены на то, чтобы избежать введения импортных пошлин и то, чтобы не нивелировать, скажем, условия, предотвратить усиление вот этой напряженности. Похвальной инициативой как со стороны Китая, так и со стороны Соединенных Штатов Америки, я надеюсь, что регионы, которые все-таки соблюдают общие основные принципы прагматизма, должны договориться. Поэтому пока на рынке нет, скажем, причин говорить о том, что Китай начал все-таки больше активно защищать своих производителей в качестве контрмер. Нет у нас сообщения о том, что Штаты против каких-либо новых договоренностей и импортных пошлин окончательно будут введены. Этого тоже нет. Поэтому давайте мы пока присоединимся к логичному поведению доллара, который отыгрывает деэскалацию напряженности, и доллару, который, безусловно, сейчас вдохновлен статистикой. Потому что вчера у нас вышли данные по экономическому росту за четвертый квартал 2,9% с 2,5%. И сразу хочется отметить, друзья, то, что этот рост опирается на очень высокие показатели активности потребителей. Действительно, потребители продолжают тащить американскую экономику. Расходы потребителей в этом году выросли на 4%. Я думаю, что если мы будем сравнивать 2018 год с периодами прошлыми, это будет чуть ли не многолетний максимум, может быть, даже максимум за последние 7-8 лет. То есть потребители оказывают основное воздействие на расширение, и в связи с этим я думаю, что мы можем вставить на то, что экономика США до конца этого года покажет еще более динамичное ралли. Основной индекс расходов на личное потребление в соответствии с ожиданиями 1,9%. Это тоже очень хорошая цифра. Соответственно, друзья, статистика, которая, как мы с вами предполагали, может стать причиной возвращения на рынок разговоров и спекуляции того, что ставки нужно повышать более агрессивно. Но да, признаю, что вчера эту тему не поднимать. Но согласитесь, на фоне таких отчетов вполне возможно, что это произойдет чуть позже. То есть у нас есть уверенность в том, что пресс может все-таки вернуться к вопросу трех повышений ставки до конца этого года. У нас нет сейчас причины распродавать доллар, потому что геополитическая картина более-менее успокоилась. И еще вот визита, скажем, встречи Северной Кореи и Китая, это тоже было неожиданным событием, и события, которые трактовали как еще на подтверждение деэскалации политической напряженности. Скажем, регионы, которые в последнее время будоражили нас, проявляют сейчас, будем надеяться, далеко идущую и похвальную инициативу проводить многосторонние конструктивные переговоры. Я надеюсь, что эта тенденция будет сохранена. Сегодня, друзья, по отчетам, я уже в начале бритинга отметил, у нас есть ориентиры, ждем сильные отчеты, ждем хорошую статистику и ждем правильную реакцию трейдера. То есть восходящее движение по доллару против иены и доллара против рисковых инструментов может быть продолжено. По доллару японской иене рекомендую сделку по лимитсу отметки 105.90. Фунт против доллара. Немного не совсем понятно мне. Такая агрессивная активность продавцов у британцев, тем более, что вчера у нас были даже новости позитивного характера о том, что есть продвижение вопроса и границы с Ирландией. Но этот новостной фонд был полностью нивелирован. Возможно, причина того, что доллар сейчас основной инструмент, который влияет на все активы и в данном случае на британца тоже. Но котировки на текущий момент 1.40.79 мы отошли от локальных максимумов. Я пока держу оборону с еще рядом трейдеров, которые тоже верят в британца. Я совершенно не призываю вас присоединяться к длинной позиции. Но если вам интересно, стоит ли сейчас, собственно, купить британца, я думаю, что, наверное, да. Тем более, что, как уже было отмечено, буквально через час 45 у нас статистика по экономическому росту возлагаем на большие надежды, потому что еще один сильный отчет может приблизить нас к решительности Банка Англии по итогам майского заседания касательно Астара. В общем, я продолжаю верить в статистику и продолжаю верить в политический позитивный фонд. Доллар канадец сегодня тоже дуэт активов, которые, скорее всего, покажут интересную динамику. Ну, во-первых, потому что у нас доллар сейчас активно ходит. Во-вторых, мы сегодня ждем важную статистику по Канаде. Это данные по экономическому росту 15.30 по московскому времени. Если хочется подраговать канадцам против доллара, рекомендую сделку Болимит с отметки 1.28.90. Цели тоже уже были обозначены. Это как минимум 1.33. Американский фондовый рынок снижается, снова тянет вниз эту секцию. Технологический сектор, сначала у нас были IT, там Facebook, который по-прежнему бомба, коллекционная для всей фонды. Капитализация продолжает с бешеными темпами снижаться. Вчера еще рынок валили акции Tesla, которые оказали соответствующую нисходящую динамику. Американский фондовый рынок все-таки еще переживает из-за того, что что-то может измениться в позиции США, и они снова будут более агрессивны, скажем, своим торговым партнерам, менее снисходительны и менее готовы к этим конструктивным переговорам. Ну и возможно также на американский фондовый рынок влияет еще и перспектива повышения процентных ставок, потому что фондовики понимают, что чем лучше дальше будет выходить статистика, особенно если она будет такой, как мы видели вчера, то тогда ставки фондирования будут разорваны за 2% точно до конца этого года. Американский фондовый рынок S&P я рекомендую как и Dow, как и Nasdaq продавать по S&P цели 2500 пунктов. Я уверен, друзья, мы с вами достигнем этого уровня, и американский фондовый рынок сделает нам самый большой профит в этом году. Австралийство против доллара. Здесь тоже не будем сейчас углубляться в фундаментальные факторы. Я надеюсь, те, кто присутствует на брифингах, их знает. По австралийцу я хочу предложить сделку sell limit с отметки 0.7690 для тех, кто еще не продал, и подкрепить коррекционную позицию еще и прогнозами Bank of America и Merlin Lynch, которые ждут и рекомендуют в своих инвестиционных заметках и декларациях клиентам ловить австралийца в районе 0.70. Сейчас котировки по австралийцу 0.7654. Понимаете, что потенциал снижения больше 600 пунктов. И евро против доллара. Сразу сделка sell limit 1.2355. Друзья, ждем евро на отметке 1.21. Мы видим то, что на этой неделе европейская валюта активно реагирует на комментарии членов управляющего Совета Европейского Центрального Банка. Это сначала Уайдман, который может действительно стать преемником Драги. К его комментариям сейчас прислушивается. Он раскритиковал мягкую политику, а потом, собственно, выступил Лео Каннен, который тоже является довольно авторитетным представителем Европейского Центрального Банка, членов Совета Управляющего. И у него риторика была несколько другой. Она вторила позиции Драги о том, что, исходя из текущих рисков, политику можно даже, возможно, сохранить такой же мягкой. Может быть, и поднять вопросы о продлении действия программы количественного осмягчения. Ну, возможно, не только эти факторы стали определяющими для евро, но не знаю, совпадение это или нет. В первом случае мы с вами активно выросли, потом просили. И сейчас европейская валюта остается под давлением, потому что на нее оказывает влияние еще и бодрости доллара. Нету причин сейчас покупать евро. Более того, я хочу отметить, что причин для продаж куда больше. Мы видели, как негативно реагировал на рост европейской валюты выше отметки 1,25 европейский фондовый рынок. И вот несколько дней назад, когда динамика повторилась, фондовики, собственно, снова начали роптать о том, насколько сильным может просесть экспорт из-за такого крепкого обменного курса евро. Но сейчас не будем, опять же, углубляться в это. Понимаем, что у евро больше причин для слабости. Пока что европейская валюта толкает вниз американский доллар. Давайте сохранять эти позиции. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо, кто присоединился к прямому эфиру через перископ. Напоминаю, что мы также готовим и записи параллельно, которые выкладывают в наш канал на YouTube. Если есть вопросы, пожелания, либо необходимость узнать что-то, либо уточните, дайте мне об этом знать. Я охотно, скажем, отвечаю на ваши сообщения, делюсь мнением по инструментам, которые не озвучиваются в ходе брифинга, потому что я хочу, чтобы вы получали от этого канала и от аналитического департамента компании Amakets ту информацию, которая нужна. Все-таки все мы приходим на финансовый рынок за именно информацией, которая и позволяет нам торговать. Ну, хорошая вам торговая сессия. Не забывайте, что сегодня денек тоже будет довольно интересный. Завтра нам точно будет о чем поговорить. Жду вас в 9.30 по московскому времени, как и всегда, в прямом эфире. Всего доброго, до свидания.